здравствуйте меня зовут татьяна я рада вас приветствовать на канале который так и называется татьяна кельмяшкина приглашаю вас посмотреть на мои визуальные процессы кому интересно конечно и так барабанная дробь у меня есть и готовая работа у меня есть процессы да процессы так я подтянула недавно распроцессилась все быстренько и шик-шик-шик разбросала телогречка телогречка бонсай как пряжа называется так я ее назвала все было готово окроме одного рукава по-моему того да я уже не помню какой рукав я первый все готово оба рукава готовы нет только пуговиц и ближайшее время не будет дело в том что домой я прихожу когда все магазины закрыты уже ничего не поделаешь такие обстоятельства и выхожу из дома когда магазины еще закрыты но так будет не всегда когда-нибудь у меня будут тоже денечки выходные и я постараюсь найти пуговицы когда это будет не обещаю пока все здесь у меня зашито чуть не сказала заклеена видите это по типу хейварда удлиненная линия реглана изначально меньшее количество петель все эти стартовые значит цифры я говорила в ролике ссылку на который обязательно оставлю я еще раз при том как сушила все это вытянула в ширину чтобы не уваливалась длина коротенькая я почему-то подсела на короткий весь сейчас еще скажу дальше здесь все делал горловинка я ее еще потянула пожалуйста горловинку ориентируйтесь на себя я люблю горловина чтобы не давили на шею очень часто они смотрятся как-то ну что уж не подвязать кругузенько еще как как только там босенька и когда-то не найдя горловина которые мне нужно я начала вязать по моему это было в общем-то мотиву все рукава готовы в рукавах ничего особенного просто связала по прямой конечно же после треугольничка подреза но цвет но цвет в который раз я выражаю благодарность алену шкиабель она мне голосовом сообщении сказала татьяну видела пряжу ягод вижу пряжу понимаю кому она предназначена для кого она предназначена здесь все сделают пуговки здесь все делают пуговки я ее под верхнюю одежду носить не буду это такая телогреечка мадам принцесса которая шерсть таня колется я же в ролике говорила да аромат при стирке аромат шерсти есть вискоз 10 процентов 90 процентов шерсти вот все при не сказали бы мне что здесь вискоза я бы никогда сама не догадалась этого шерстяная штучка сухенькая шершавенькая красивенькая но я все все близьёхонько близьёхонько показал просить как же я такой слов не нашла это вы мне сказали тани какая красивая просить пряжа никого не оставила равнодушным никого есть видите ничего нет я даже старалась чтобы линия реглана была такая за этим конспирация полная мне здесь ничего не надо ничего женьки не надо просто нужны красивые пуговицы на них будет акцент красивая пряжа красивые пуговицы все больше ничего не надо я знаю что вы просите и ждете что я вот видно что она широкенькая что она не длинная все как я хочу ждете чтобы я померил на себе мой визуальный мир честно слово я сейчас пришла немножко отдохнула морально я физически не устаю я немножко морально выгораю кто в общем то в курсе то знает думаю сейчас я буду даже штанцы приготовила видите здесь зеленая полоска я такая думаю все сейчас хотя бы одну там две фотографии сделаю но мало того все-таки пуговицы они должны свое дело делать у меня нет вот я так и не настроилась на видео настроилась а на съемки нет очень темно это уже вечер переходящий в ночь я покажу я думаю распороть и просто на распашечку ну давайте дождемся когда у меня будет немножко но не знаю побольше времени что ли и не такая я буду старше я покажу но но вещь обалденно обалденно телогречка бонсай аленушка обили огромное спасибо ушло 6 с небольшим моточков у меня 9 мотков было два остались нетронутыми рукав вижу и остается я показывал делах визуальных все это сейчас я пряжу не принесла у меня же не успела если вещь сохнет за что надо убрать хотя еще готовый ролик принять снял как там что готовы все рукав тушь можно связать той длины которые нужны без меня на так февральским я сейчас ничего не планирую но надо к делам февральским просто как это сказать ну сфотографируется попытаться вот пуговицы я не знаю я сейчас сама себе не принадлежу и вот этот вот кайф как угодно день распланирую и и видимо как как хочешь меня такого кайфа нет вот все моя телогречка готова довольно придовольно просто вот хочу какой-нибудь саше с ароматом у меня все знать я хотел сначала что-то длинненький рукава сейчас еще можно вот эту резиночку но мне писали что она как бы года два и начнет мне вот и я должна уменьшаться вместе с ней а сейчас на весну мне даже вот так засучить руководчик очень хорошо но я за загнуть резиночку мне везде маленькие резиночки крохнули ничего нет лицевая гладь резин а что еще надо для этой пряжи ничего я все равно вот хожу-то в общем готова высохла пока я дежурила мамочки все у меня высохла прихожу она такая прям как вот красота ждет меня покажу все готовая работа прелесть прелестная прелесть прелестная так мне прям нравится или не реглана то моя прям такая вот она ну все мои тут все все мои довольна вот бывает работой довольно хорошо от линии реглана видно в ночи надо снимать тогда все видно я довольна процессы мои да пойдемте по процессам но один процесс я уже показывала и ролик снимала и в кратких новостях с полей визуальных спасибо большое на добром слове за ролики которые ну просто наговарю некий аудио ряд и накладываю фотографии такие вот иногда ролики я имею возможность снимать но даже такие я не всегда могу вот на своих дежурствах снимать ничего страшного спасибо вам что вы поддерживаете говорите татьяна снимай я все-таки постараюсь вот так вот я понимаю что так лучше но на добром слове спасибо итак мой процесс изо льна мой солнечный лен как же тут маки под пошли побежали но есть ролик о начале процесса я понимаю что я должна закончить этот процесс я понимаю что идея мне нравится нам не 300 лет назад нравился сейчас нравилось и в детских джемперах нравится и во взрослых вещах будет ли камера в общем изнаночный рукав половинка лицевая половинка изнаночная это полотно а видно 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 это хорошо все мятенько я не подготовился как я же сумки туда-сюда туда-сюда и соответственно лицевой рукав вся та же разгвозданная горловина здесь без пандекса мне не обойтись ну лето или как в общем вижу я и понимаю вижу и понимаю что пряжа не моя вот казалось бы да с одной стороны хочется попробовать все это такое вот манящее и надо пробовать а как иначе я смотрела на фотографии меня все манила и манила как иначе понять что не мою я уже отделила рукава скажу честно себе бы я провязала еще сантиметра два линии регланной я выхожу за 30 сантиметров чтобы там 32 было без подреза здесь я прекрасно осознавая потому что такие пряжи вот такие полотна тяжеленные полотна очень любит моя сестренка очень любит я уже где-то в глубине понимаю что это солнце наверное мои сестры даже не знаю смогу я вам его померить или нет в ползу не в ползу там посмотрим но все-таки я уже вижу с прицелом что ну пусть носит человек которым все это нравится вот напоминает она мне казалось татьяна сравнила жемчужина от пихорки а что в ней плохого и лен атлана гросса что я уж не помню я вообще вот в этих пряжах мне просто пряжа нравится откуда она я не знаю я боялась хватит не хватит вы знаете пятый моток в работе вот почему я раньше покупала по килограмму и вязала себе вещи и всегда в килограмм уместился хорошо джемпер вот с развитием до себя как мастера мастер громко вязальщица рукодельница вот человека любящего вязать пробовав пряжи там достали входить иностранные турецкие итальянские вдруг поняла знаете какой момент поняла чем итальянести пряжа тем меньше надо на меня я так переживала как там вот этот внедрить моточек во первых спасибо что вы пишете вниз тянется чтобы правильная спицы взяла поменьше чем рекомендуют будет меньше стянуться меня это конечно успокоило но не мое полотно пишет таня она в носке это сказка мне столько людей написали что когда будет будешь носить будешь просто наслаждаться лицевая изнаночная лицевая изнаночная видно вам да ну так вот ночью самая сейчас вот все понимаю все понимаю но также понимаю что наверное мое солнце будет хлопковое я подружилась ним или нет в конце концов татьяна зачем это отберете лену девочка надо пробовать а вдруг я там к закату жизни пойму что лен это такая прелесть надо бы я еще буду ли он пробовать в разных сочетаниях в разных вариациях поэтому зачем зачем ой как мята зато рисунок виден в общем мне почему-то кажется что это солнышко я пока не ничего еще даже не говорил видно как глазки горят как она любит вот эти вот золотой джемпер носит взяла разок на новогодний корпоратив и до сих пор несет три что ли года или четыре когда там золотой джемпер был связан а я рада не моя пряжа дива то это и вот это вот но я постираю я посмотрю все течет все меняется в общем идея мне нравится пряжа мне не нравится идет так долго так нудно так так сейчас я вам покажу чтобы было видно сколько после подреза я уже связал ну сантиметра три наверное до всего после подреза я поняла что я сойду с ума казалось бы движи и дальше но в новостях с полей вязальных до показывала пряжу свою любимую ализе суперлану макси в том ролике я говорил что вязала кардиганы и плед кто-то говорил почему плед не показали фотографии кардиганов тип показывать а плед нет а если зайти в мой плейлист на канале пледа бывают разные там можно найти у пледа из полухлопка и из вот это ализе я за скриншоте наверно ставлю но плед во всей красе там можно же но в общем постараюсь я вам показать плед одним словом суперланочку свою я очень обожаю все меня ругают таня упал ягод домовой шалит поэтому матки все падают ализе суперлана макси как можно вы вяжете и стали за эти такой хорош пряжи там опускаетесь такое что-то я не понимаю что значит опускаться я люблю пряжу и нужно найти применение я не отхожу откажусь от нашей я буду с удовольствием познавать бобину пряжи бывают разные и я их люблю люблю да у меня появилась возможность там пробует то 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 надеюсь еще появится но вот знаете если брать сочетание цена-качество как выглядит изделие я суперлана макси перевязав кардиган уж здесь не буду вставлять фотографии часто их вставляли какой-нибудь один час кардиганчик старт я ничего плохого сказать не могу за свою стоимость она внешним видом отрабатывает полностью и потом если нормально следить за вещью вещь носится долго и красиво я ничего против ализе суперлана макси не имею ничего я буду брать ее при по возможности подушки пожалуйста пледы пожалуйста кардиганы пожалуйста я не знаю но может быть для джемперов она толстовата ну хотя какой джемпер может там я не знаю охотник руболову и так далее хотя я уже взяла потоньше чтобы под курточку было джемпера еще в сезон и без курток носит ну в общем одним словом цену свою небольшую внешним видом мне нравится как выглядит изделие я решила себе кардиган связать даже же бирочку приготовил все дела начала вязать кардиган почему мне стрельнуло в голову что раньше у меня было 25 петель это наверное вот ребятишкам я же столько этих кардиганов привязала у них наверное по 25 петель больше на полочке а пересмотреть видео своей терпеть не могу там воды много правильно пишите воды много сути мало я набрала 25 петель потом набрала 28 потом 30 и потом остановился на 35 полочку ты вижу уже начала и вы знаете сейчас очень все мне нравится вот все мне нравится мне почему-то кажется что раньше ализе суперлана макса была потолще я же сколько лет назад вот такое ощущение не покидает да я вроде даже не восьмерку спицы взяла семерку вижу никого не трогаю я горит так стала часто у окна стоять смотреть я столько не проводил времени у окна как сейчас провожу хоть философский настрой меня и вы знаете я увидел танец снежинок вы видели как танцуют снежинки и вам покажу я вам засняла танец снежинок и вот именно танцуя я сейчас не шучу я не только с пряжи с снежинками разговариваю честно честно мне они нашептали соедини с мохером у тебя же есть мохер у тебя же есть мохер таня какого рожна ты тормозишь это все снежинки скорее цитирую и я ведь отложила вязание думаю подожди-ка подожди-ка добралась до дома в тот раз я ничего не снимала я иногда прихожу прямо падаю вытащила я свой мохерчик это тот мохер который остался от голубки от паутинки голубка и я еще под заказала чтобы типа был на паутинку у меня около четырех мотков 3 целых а четвертый почти целый и вот я их соединила и получилась такая красота и спицы то сразу вроде как лана лиза цепана макси типа той стала старинной толстенькой как мне вот раньше как возможно цвета зависит я ведь не знаю но руки-то чувствует раньше берешь восьмерку спокойно вяжь от цвета конечно многое зависит я соединила и полотно но они видите в этой супер так цвет это у нас а то видите про болтание скажу 806 806 цвет магазине yarn 21 за заказывала это магазине частично магазине мир вышивки а потом тоже магазин и видите здесь можно найти оттеночки как раз вот эти да вот так если турция италия подруги все подружила я их они не сопротивлялись особо и получилось такое красивое полотно такое красивое полотно у меня нет полотна не не засняла я полотно из одной вот ализешки ну вот она ну видно же красота вот я стала кумек и думать что все-таки почти 4 мотка по 212 что мы по 200 там чем-то с небольшим грамма метров и 10 мотков по 100 метров немножко не хватает махера думаю рукава у меня будут без махера а такие вот от воротинки здесь сделать можно с махером то есть все полотно с махером от воротинки стала вязать теперь уже не снежинки теперь просто я сама вот какой получается полотно видите пушочек по моему заметен красивенькая насколько отличается вот он один моток спите чуть посветлее ну голубка там свое дело делать и вот так я сейчас трогаю до думаю наверное девятка даже спится можно взять девятка даже восьми то есть семерка была маловато когда просто вяжешь один одну супер лана макси теперь вот восьмерка думаю даже девятка а девятками округовых нет меня девятка только прямые спицы думаю дать я попробую а тут недавно ну как недавно до нового года еще недавно я с одной юной особой в учительницу играли мы. И это у нас указка была. Вот где теперь эта указка, где теперь спицы? А когда я ищу суперлану Ализетта, короче, я вяжу на восьмерке и понимаю, что полотно толстоватое. И думаю, я, наверное, длинный, не хочу кардиган. Вот сама с собой сижу, с музой. Ну, почему сама с собой? С музой. Музу позвала. У нас был пиццовет. И мы так решили. Ну, есть кардиган-то. Тот же шепот полыни длинный, да? А может быть, коротенькое что-то. Ещё одну телогреечку, раз пошла такая пляска. И я резко... Это, вы знаете, типа, как это? Какие-то жакеты. Как у Шанель, что ли, в стиле? Нет, я сейчас чего-нибудь путаю. А может, и не путаю. Ну, такие, короче. Но это ведь надо плечо в плечо связать. Где я, и где плечо в плечо. Но я всё-таки решила связать коротенькую штучку. Телогреечка-то будет, не телогреечка. Во-первых, и махера хватит. И что-то у меня пошло по коротышкам вещам. Но она не такая уж коротенькая, как и ещё. Я хочу вообще коротенькую. Прям вот коротенькую хочу. Но подождите. Подождите. В общем... Нет, всё начиналось нормально. Я начала как... Этот самый кардиган длинный. Потом решила, что он будет коротким. Лентяйка Таня. Свой излюбленный метод. Я очень люблю планочку вязать-вязать. И несколько сантиметров, неважно сколько, до спинки связать. Ну, были у меня кардиган. Помните, у меня чёрный весь был в пуговицах. Я оставлю плейлист, как хорошо уметь вязать. Там вот этот кардиган есть. Там тоже этот приёмчик, чтобы планку потом у неё вывязывать и стыковать перед со спинкой. Если бы лицевой гладью состыковать, вот это вот место будет некрасиво. У меня как началась планка путанкой, я количество петель потом скажу, когда посажу на себя, потому что махер летает. Вдруг я где-то не там нахожусь. Вот как она идёт-идёт планочка у меня путанкой в пять петель. Потом идёт-идёт это, видите, всё лицевая гладь. А вот здесь как типа погонщика, но я не хотела погонщик вот коротенький, я всё-таки хотела... У меня опять путанка. Планка сливается и самое главное, правильно, кто догадался, когда я спинку свяжу и спинку тоже вывяжу такой вот, столько сантиметров путанки, просто пришью всё, планка готова, готова всё. Готова всё. Ну, конечно, рукава надо будет вывязывать. Ой! Если я посажу, я посажу на себя эту коротышечку. Вот как коротышечка, вот недлинненькая она. Я даже не знаю, мадам, сижу, будет прикрываться, нет. О, я пока таскаю туда-сюда, прям пушок. Его... Я сегодня у окна, чтобы сфотографировать пушок, прям как-то искала моменты, даже просила, пушок, выйди, я тебе покажу. А сейчас всё, пошёл процесс потрёпывания. Я одним словом связала полочку. Видно, здесь у меня были убавки, 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 а вот в этом месте уже убавок нет. И здорово. Не так вот идёт вещь, куда-то там, приёмочек обожаю, а вот шли-шли убавки и потом пошло вверх. И как-то вот видите, вжик-вжик, сидит очень хорошо. Ну, должно, должно сидеть. Я свяжу спинку, я её уже начала вязать. Он не будет застёгиваться друг на друга, просто встык, свяжу спинку, соединю, и я уже прикину, сидит это или не сидит. И скажу, вот моток упал, это там не два отдельных моточка, отдельно мохер и отдельно суперлана. Там всё вот так вот намешано. Почему? Потому что я пока вышла на количество петель, вот остановилась на 35, пока вышла, кстати, и изнанка вообще красиво, красиво. Кто любит изнаночную гладь? Надо близко показать. По-моему, я сняла. Вы знаете, я почему-то уже не помню, что я снимала, что нет, но я ставлю вам изнаночную лицевую гладь. Если... То, что мотки я снимала на снегу, это я точно помню. Пошла мамочке за газетами и сняла мотки. Утро ранее, ещё темно, а я мотки снимаю на снегу. Представляете, что думают прохожие? Вот. В общем, я свяжу, и потом, если всё будет нормально, расскажу. Но если будет ненормально, попытка не пытка. Но цвет, цвет, представляете, с белыми кроссовками, с жилистами, вообще будет замечательно. Вот они мои процессы. Пока хватит. Я так чувствую, вот этот свяжется быстрее, чем я довяжу солнечный лён. Так. Вопрос у меня есть один. Ну, такой вот прям коротенький. Татьяна, я по прошествии, ой, не помню, сколько лет носила-носила вещь, связала-носила-носила вещь, по прошествии многих-многих лет вдруг увидела ошибку. Не даёт она мне покоя. Ведь носила уже. Если бы вы увидели ошибку в самовязке, а вы её уже носили много-много лет, стали бы вы распускать. Девчата, давайте проще смотреть на вещи. Я бы, наверное, просто философствовала при ответе на этот вопрос. Но дело в том, что совсем недавно в своём кардигане я обнаружила не просто ошибку. Так. Кардиган-платье-мелодия. У меня есть такая. Оставлю ссылку на канал. Ой, на канал. На видео, кому интересно. Заговариваю всё. И это моя любимейшая вещь. Любимейшая. Я её как платье ношу, как кардиган уж тем более ношу. И вдруг недавно, она вообще связана из носочки, Ализа Супервош. И вдруг недавно, раскладывая, и стираю я не часто, раскладывая, постирала, раскладывала. Но это не первый раз. Я вдруг понимаю, ну, круговая кокетка, да, круглая кокетка, там сегментики, прибавки. Они бывают разные, кокетки, конечно. Но когда мы прибавляем, сначала через определённое количество петель, потом на одну больше, на одну больше, там количество сегментов. Я была уверена, что у меня всё распределено. Я вдруг понимаю, только я не помню, то ли в рукаве в одном сегментах меньше, чем в другом, тогда как я пролазила, не понимала, то ли на полочке сегментов в одном. Но в сегментах я ошиблась конкретно. И не год, не два. Я ношу его уже столько много лет, и только сейчас я пересчитываю глазам своим неверив. Косяк так косяк. Ну, что я брошусь распускать вещь, которую уже там, я не знаю, катышки снимала, и я уж и путешествовала в Москву, кто ли как минимум, да, ездила. Я говорю, нет, забудьте, я не знаю. Если бы я увидела эту ошибку, как только отделила круговую кокетку рукава, тело, я бы, наверное, конечно же, вернулась и распустила. Но даже если бы я эту ошибку увидела, когда кардиган полностью был связан, ой, вряд ли, вряд ли я. А уж теперь, по прошествии лет, нет, конечно. Да многие пряжи уже просто не распустишь. Это только портить вещь. Я... Девчонки, расслабьтесь. Это такая мелочь, это такая ерунда, это, ну, вообще даже не стоит каких-то мыслей на этот счёт. Ну, радуйтесь, возрадуйтесь, что вы человек, а не робот, да, вы допускаете ошибки. У кого их нет? Порой даже вот вышивки, да, оформишь, и потом смотришь, а, крестик, не про... Какая-нибудь там одиночка, так называются крестики, которые не рядом, группированы одним цветом, а вот именно одиночные крестики называют одиночки. Опа! Видишь, ну... Хочется сказать, поднимите руки, у кого не было косяков. Да были они у всех. Да, мы их замечаем по-разному. Столько носили любимые вещи. Нет, конечно. Как говорится, распускать или забросить, это не будет причиной, чтобы я не носила. Ни в коем случае. Поэтому... Носите и получайте удовольствие. Я сейчас скажу вам до свидания, смонтирую видео, если у меня там оговорки будут и так далее. Простите меня, пожалуйста, я чуть-чуть отдохну и буду опять... Эхэхэшенькой такой. Нет, ну я бодрецом. Я бодрецом просто, наверное, в голове, когда мыслей больше, чем голова может уместить, такое иногда случается. Ничего страшного. Огромное вам спасибо за комментарии, за просмотры, за добрые слова, за всё, за всё. До новых встреч, мои добрые зрители. А они обязательно будут. Субтитры сделал DimaTorzok